Микс Ньюз Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком Открытая кухня Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой Открытый разговор с экспертами Розыгрыш призов и даже Дегустации в прямом эфире Каждый понедельник в 17.00 На Радио Болтком Добрый вечер, дорогие радиослушатели В эфире программа Открытая кухня И сегодня мы, конечно же В уже более печальном настроении Ну, по крайней мере, я Не могу сказать, что я прошла все стадии Принятия этой ситуации И сейчас готова быть очень продуктивной Но, тем не менее, хочется сегодня Сделать такой эфир, который Четко и ясно обрисовал реальную ситуацию В нашей стране Я, конечно же, отвечаю за сегмент ресторанного бизнеса И в связи с этим сегодня гостью Моего прямого эфира по видеосвязи Будет Ольга Коноплова Добрый вечер Владелица и основатель Рекрутмент компании Ситцгрупп Добрый вечер, Ольга Здравствуйте, Валерия Здравствуйте Да, сегодня мне бы хотелось бы очень поговорить Про трудоустройство Про проблемы с безработицей Которые у нас с каждым днем растут И настроение, оно действительно ухудшается И атмосфера накаляется Ну, а если вы захотите поучаствовать в нашем диалоге Обращаясь к нашим радиослушателям Можете смело звонить нам в эфир Высказывать свое мнение Задавать вопросы 6721-2939 6721-3939 Номера для связи с нашей студией Ольга Спасибо вам большое, что нашли сегодня время пообщаться И поговорить действительно максимально структурировано Четко и ясно Чтобы наши радиослушатели Наши видеосмотрители Не знаю, как назвать Могли понять, что же у нас происходит на самом деле Но я хотела бы сделать такое немножко до и после На контрасте Как вы видите, как человек, который в этой сфере уже более 20 лет Ваше видение проблем трудоустройства Проблем с кадрами до того, что произошло во всем мире Но я буду рассказывать чисто свое мнение Вот если говорить сейчас То у меня, наверное, есть некий такой сарказм Очень нехороший Но я немножко радуюсь в душе Что сейчас люди делают некую переоценку Потому что раньше, к примеру, действительно Был переизбыток хороших специалистов Очень было их много Вакансий было тоже много И не найти этих специалистов Сейчас же мы видим переизбыток персонала И переоценку уже своих требований к вакансии То есть то, что было раньше Это было настолько, я говорю конкретно про Латвию Такой дефицит кадров Что, естественно, мы уже задумывались о том Что надо искать вне Латвии Сейчас другая ситуация Другое время Согласны ли вы с утверждением Которым я делюсь на протяжении последних недель Когда грянул кризис Что, если мы говорим про ресторанный бизнес То выбирал работник, а не работодатель Потому что они бегали из одного заведения в другое Где чай побольше, где ставка повыше И работодатель, прошу прощения Как будто был заложником этих обстоятельств Именно, вот про это я и говорю Что сейчас уже другое время Ну и согласны И теперь люди, которые раньше мне писали К примеру, что я хочу сменить работодателя Сейчас даже сказали забудь Забудь, естественно, мы работаем И не рассматриваем никакие другие варианты Что произошло сейчас с бизнесом Которые куда выточнее Поставляли очень большое количество людей Связанных с судами С круизными лайнерами Все стоит Конечно, мы ждем, когда откроется все Нам поставили дату плюс-минус Где-то конец апреля Но это, естественно, ориентировочно Мы же не знаем, какие прогнозы у нас получаются Но мы не остановились в целом Мы сейчас накапливаем базу Мы ищем этих специалистов Ищем персонал, подготавливаем, работаем То есть мы лично, может быть, скажем так Остановились, но не полностью Как вы оцениваете общую ситуацию сейчас на рынке Связанную с ресторанами? Ну тяжело будет Сейчас еще первый месяц, можно сказать так Все еще не понимают, что происходит Компании Кто мог терпеть, тот терпит Кто не смог терпеть, тот закрывается Закроется еще больше И судя по тому, что я вижу в день Вот сейчас у меня 283 эмейла Из них активных наверняка будет около 100 север Ну, значит, закрывается, закрывается И планируют закрываться И будут сокращаться Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали ситуацию Которая произошла сегодня Под стать нашему эфиру Такой очень интересный случай Кейс Безумно печальный, конечно же Но я не могу с вами им не поделиться Потому что вам, как профессионалу Тоже, я думаю, в копилку истории За это непростое время Будет интересно Ну и нашим радиослушателям Значит, ситуация такова Один ресторан, одни из моих клиентов Сначала пробовали работать сокращенные часы С 6 до 11 Потом работать на доставку Потом в итоге они вообще закрылись Соответственно, 2 недели марта Ресторан отработал В подвешенном состоянии находился сам владелец Не понимая, будут ли пособия Будут ли какие-то налоговые каникулы и так далее И поэтому дать четкий ответ своим работникам Получат ли они зарплату за хотя бы 2 недели марта Он не мог Планировал, что сможет Думал, что это закончится раньше Но все мы были сначала в таком шоке Смеялись над этой гречкой и туалетной бумагой Потом с каждой недели Это начало действительно обостряться И сегодня, значит, что произошло в общем чате сотрудников из этого ресторана Когда выяснилось, что работодатель не в состоянии выплатить им деньги за 2 недели В связи со сложившейся ситуацией Ну, я была честно шокирована С одной стороны, понимая злость и страх перед тем, что нечем будет платить Но ребята начали говорить Я тогда пойду в ресторан и вынесу гриль Да, дорогостоящий Потому что мне, мой владелец не может заплатить И вообще я желаю, чтобы после этого кризиса Этот ресторан никогда не открылся И вообще, чтобы он сгорел И дальше ненормативная лексика К счастью, директор этого ресторана, понимая, что начнется паника И, возможно, мародерство Сменила вовремя ключи Замок от ресторана И никто, кроме нее, сейчас туда попасть не может Вот, как вы считаете? Мы близки к тому, что действительно люди начнут выносить из заведений Какие-то ценные вещи, алкоголь или еще что-то Вот я и ту сторону понимаю хорошо И как работодатель тоже ситуацию хорошо понимаю Потому что нахожусь в обеих ситуациях А как работодатель я скажу, что это Вот я всегда говорила о том, что у нас почему-то очень много нелояльных работников Ну, где их учат этому? Не знаю Ну, понятно, что семью кормить надо И они готовы на все Работодателя понимаю, что, ну, нечем платить Ну, нету у нас, у работодателей запас, к примеру Ну, окей, на месяц, может быть, есть На три месяца, на два месяца Это уже у каждого какой был бизнес Какого было уровня Я его понимаю, что нету денег И что ему делать? Ну, если не смогли они договориться Ну, печально, конечно, что работники идут на такие методы Потому что, знаете, я верю в Дарвина Что не все выживут Да, и у нас один, одна страна, один город И это об людях потом все равно где-то всплывет Что они вот именно так поступили к работодателю в тот тяжелый момент Ну, я, например, не злой человек Но я очень все фиксирую Когда, к примеру, мне кто-то говорит Что такой-то, такой-то поступил вот так-то, так-то Если он ко мне попадает в ближайшее какое-то время Я обязательно вспомню эту ситуацию Почему он так поступил И не будет приоритета у меня для него дать работу Ну да, я очень с вами согласна В плане проявления лояльности Ну, в этом случае весь этот диалог Я там пыталась как-то вывести на более адекватную ноту Понятно, что люди сейчас в таком состоянии Не хочут слышать и слушать Но все ребята в итоге пришли к тому, что пишут увольнительные Ну, наверное, сейчас самое правильное пойти на биржу тогда Да, да, да Ну, это то, что директор всем и посоветовала Ну, потому что если, к примеру, идти на принцип какой-то Да, ну, опять же, у нас очень маленькая страна Очень маленький город И надо понять немножко все-таки работодателя Как человека, который тоже в эту ситуацию попал Не по своей воле Не потому, что он поехал куда-то в Мексику И потратил все свои деньги А мы все сейчас сидим и не понимаем, что будет Нас заставили ждать И где нам эти деньги брать? Многим же отказывают в какой-то помощи Поэтому самое лояльное, наверное, и правильное Это пойти на биржу и пересидеть какое-то время А потом, не желая работодателю закрыться И больше никогда не открываться Возможно вернуться к нему Ну, вот мне тоже кажется, что это самый такой оптимальный вариант Вот раз уж мы затронули такой именно вопрос Трудоустройства с точки зрения бумаг и законности Закон или принудительное увольнение, сокращение в данной ситуации? Как вы думаете? Ну, принудительное увольнение – это незаконно Это естественно, у нас трудовой закон не может заставить человека уволиться Опять же, ну, надо разговаривать Но если нечем выплачивать Ну, хорошо тогда, вот работодатель скажет Ну, вот нет у меня Ну, буду сейчас продавать тогда эту гриль Продам, отдам деньги Если не могу, ну, тогда надо как-то договариваться Но принудительно уволить, конечно, это незаконно А договориться, найти компромисс Ну, вот как раз из сегодняшнего чата Да, по последним данным Ребята начали звонить в Дарбоинспекцию И им сказали, что в этой ситуации действительно работодатель может сказать, что мне нечем платить Потому что по факту хозяйственная деятельность предприятия заморожена Нету никакой кассы в этот момент Да, и платить действительно не из чего Поэтому единственный путь действительно адекватный – это встать на биржу Просто некоторые ребята начали там возмущаться, да, говорить, что вот мы там в суд подадим и так далее Но сколько ты потрачишь времени и денег на этот суд, и зачем тебе это надо? Ну, видите, недолгосрочная перспектива у людей получается, да Они не думают сей момента и не думают о том, что сам работодатель же тоже оказался в такой ситуации Он тоже не получает доход, но не получает зарплату, и у него есть семья Конечно, ну, я думаю, что работники вряд ли думают о нем сейчас в хорошем ключе, что ему тоже что-то нужно платить Ну, естественно, мы работодатели всегда виноваты в любой ситуации Ну, вот если мы сейчас займемся такими статистическими подсчетами Может быть, у вас уже есть какая-то база, да, какие-то примерные цифры, понимание Сколько сотен, тысяч остались без работы вот в нашей сфере? Трудно вообще какую-то статистику в нашей стране вести, да Мария, ну, будем откровенны, что у нас статистика, она очень поверхностная, да И сколько остались без работы, сколько останутся еще без работы Мне даже в голову не приходило посчитать Не представляю, я вижу только CV Я сижу практически на удаленке, но работаю больше, чем работала в офисе Соответственно, у меня получается и видеоинтервью, и обработка CV в день более чем 100 Около 8 интервью в день я лично провожу Ну, я физически больше не могу, да Ну, соответственно, у нас сейчас, ну, статистика очень высокая, не знаю Не могу сказать Ну, если мы так вот примерно можем посчитать, да То вид не так давно выкладывал список должников по ресторанам и барам И там было около 1300 предприятий барной и ресторанной индустрии Соответственно, если мы умножим эту цифру на хотя бы 20 работников ресторана, то это уже 26 тысяч Мне кажется, достаточно, ну, такие политические цифры Ужасно Ужасно Верите ли вы? Это официальное Да, да, это официально из вида, вот я скриншот себе сделала 1300, это должников А еще есть те, кто не имеют задолженности больше 150 евро за налоги Да, да, еще плюс были много приезжих, да Не забывайте, что у нас очень много было с Украиной граждан Да, которые, ну, совершенно иначе, да, подсчитываются, правильно? Конечно Как вам кажется, мы, ну, вот я, да, уже спрашивала насчет заведений Будут ли вот эти вот выносы гриля того уже злосчастного В принципе, вот мародерство в нашей стране, они могут произойти? Вот вам как сейчас по ощущениям, насколько вы позитивно настроены? Не думаю, все-таки у нас народ более такой, знаете, компромиссный Я думаю, что смогут договориться Вот я не думаю, что будет очень плохо Ну, я надеюсь Но все равно новости последние уже, там, мне кто-то рассказывал, да, что сейчас началось воровство и возле магазинов Что у пожилых людей воруют именно не деньги и кошельки, а там пакеты с едой условно Ну, давайте не будем слушать вот эти вот сплетни, потому что, конечно, все друг другу передают истории Мне, например, рассказали буквально на днях соседи, что их оштрафовали, они ехали в троем машине, а наше государство говорит, что такого не было То есть откуда сплетни создаются? Ну, я не знаю Я не верю, что воруют сейчас прям с рук, нет То есть по сравнению с другими странами у нас более благоприятная сейчас ситуация, ну, если сравнивать можно Ну, я думаю, что да Хорошо, вы упомянули о том, что, давайте теперь о более позитивном, да, что мы конкретно могли бы предложить, какие у нас есть способы поддержки Вы сказали о том, что у вас там более восьми собеседований и сотни CV присылаются Каковы наши вот сейчас действия, помимо того, что можно накопить CV, создать определенную базу данных, чтобы потом помочь этим кандидатам Мы сделали пост, да, с вами, с Алексеем Савельевым, что мы готовы сейчас принимать резюме и сопроводительные письма И далее думать, что если трудоустройство возможно Какие вакансии, на ваш взгляд, вот будут появляться, какая сейчас, в принципе, возможность трудоустроиться человеку, который остался и без способа, и без работы? Ну, у меня сейчас таких три активных аутсорсинга, да, три, на которые я подбираю Два – это ресторанный бизнес, продуктовое, пищевое производство и один – финансовый У меня один работодатель дал задание проанализировать сегодняшний персонал, который работает на производстве Проверить его эффективность и в случае, скажем, его нелояльности или какой-то некой истории Его сократить и найти новый персонал И, знаете, скажем так, это тенденция не только моего одного работодателя, заказчика Это тенденция многих работодателей сейчас сменить персонал на более экономичный Потому что, если, к примеру, в каком-то месте работает специалист за, условно возьмем, полторы тысячи То сейчас есть время и возможность найти персонал намного дешевле Но, согласитесь, сейчас есть нужда экономить Ну, так скажем, и финансовые у меня есть вакансии У меня вообще не останавливалась работа в этом направлении Также я ищу специалистов некоторых в IT, в финансах и пищевое производство очень активно То есть, если, к примеру, говорить, куда дайте мне срочную работу, есть работа Мне нужны и повара, и, скажем так, кондитеры, хлебники Ну, в принципе, все, что с пищей связано, любые специалисты буду рассматривать Я обязательно, когда буду делать уже завтра ссылку с YouTube нашей страничкой Я напишу вашу почту еще раз, продублирую, куда можно отсылать свои CV, сопроводительные письма Потому что, действительно, мне кажется, в это время, помимо того, чтобы, как вы сказали, дослушать какие-то там истории Бояться, пугаться, сидеть в панике Нужно собраться и хотя бы на будущее подстраховаться И лучше вы отправите свои CV, чем не отправите и будете просто сидеть и ждать, правильно? Ну, очень самое время сейчас все-таки собраться Нельзя, я не могу давать советы, успокойтесь Потому что я сама сижу и нахожусь в таком же состоянии, как и все Мы же ничего не знаем, что будет и что нас ждет, сколько мы просидим Поэтому я рекомендую, что нужно сделать, с чем мы сейчас можем работать Первое, это мне или написать, или позвонить, кто меня знает Проговорить свое резюме, если нет его, сделать его Скажем так, проработать его хорошо Почему некие люди не могут найти хорошую работу Когда реально смотришь его CV, понимаешь, почему Оно абсолютно не подготовленное Значит, сейчас самое время подготовить свое CV Поварам сделать портфолио свое хорошее И, ну, опять же, пройти хорошее интервью и просто готовить себя Если надо какие-то подготовительные курсы Вот, к примеру, у нас на круизе есть подготовительное обучение Бесплатное То пройти его с перспективой Вот как только у нас, например, карантин закончится Мы сразу даем вакансии на корабли Вот сразу мы Поэтому люди должны уже быть на старте Готовиться заниматься этим Мне кажется, это действительно самое-самое лучшее, что можно сейчас сделать Понятно, что многие сейчас пытаются отвлечься Я так полагаю, что это сублимация своего рода Проходить какие-то курсы Вообще не связанные со своей деятельностью Слушать какие-то лекции Лучше вот на себе сейчас сделать этот акцент И, ну, как бы сделать действительно шаг к своему будущему На это лучше потратить время Не сидеть Естественно, сейчас абсолютно самое правильное время Заниматься своим карьерным Подготовкой своей карьерной Потому что, опять же, мы, когда выйдем из кризиса Мир будет уже другой И отношение к персоналу будет другое Все должны понять Знаете, у меня реально есть люди Которые дверь ногой открывали Да я за эти деньги работать не буду Сейчас уже все будет по-другому Сейчас какие будут вакансии Наверняка будут с наименьшими Какими-то зарплатными предложениями Не будет, как раньше уже И это надо понять Поэтому себя надо уже готовить Не к тому, что мы вот сейчас Доходимся в всемирных каникулах А сейчас будет экономический спад Финансовый какой-то некий кризис И по всему миру будет таких же специалистов Достаточно много Будет огромный выбор И чем мы можем Вот лично я могу сказать Чем я могу Просмотреть вот кандидата И дать ему приоритетность Это личное знакомство Не надо face to face встречаться Ну можно же Вот как скайп делаю интервью Ватсап интервью Но лично презентовать себя И рассказать И с подготовленными документами Очень многие Про это поговорим После нашей небольшой рекламной паузы Я извиняюсь Что приходится прерывать У нас буквально пару минут Вернемся после паузы Здравствуйте дорогие радиослушатели В эфире программа Открытая кухня Мы по расписанию выходим в эфир Но у нас изменились сейчас некие правила Поэтому уже второй раз мы проводим наш эфир По видеосвязи с гостями Сегодня в моей виртуальной студии Ольга Коноплова Основатель и владелица Рекрутмент компании Seeds Group Ольга, еще раз добрый вечер Для тех, кто к нам присоединился только что Мы поговорили уже про ситуацию Которая была до Насколько отношения Между работником и работодателем Были в ту или иную сторону перевешены Говорили о том, что сейчас происходит И, к сожалению, пришлось прервать Ольга начала рассказывать Как раз про личный контакт Как мы можем сейчас связаться с рекрутерами Какой сделать себе подушку безопасности на будущее Я хотела вот Ольге спросить Как раз про видеоинтервью И если, кстати, у вас есть Есть, точнее, вопросы к Ольге Можете звонить 6721-2939 6721-3939 Про видеоинтервью Насколько для вас вот этот личный контакт Близок или, наоборот, сильно отличается От того, что если вы были бы с человеком Вот в одном помещении На что вы обращаете внимание при скайп-интервью? Ну, я в целом смотрю Конечно, я очень люблю личный контакт Как бизнес начинала еще в 90-х Наверное, я еще того поколения Когда мне очень важно Глаза в глаза посмотреть И увидеть человека И мне легче его презентовать работодателю Я более спокойно это делаю Когда я его лично знаю Но, конечно, у нас 21-й век И мы интервьюируем по WhatsApp И по Skype И по всем возможным Фейсбуком Конечно, второстепенно у меня те кандидаты Которые я лично не знаю Но только Есть у меня такие кандидаты Которые уже много-много лет Я, например, их повышаю, скажем, в должности Общаясь исключительно по WhatsApp Я не знаю, их вообще Ну, лично не встречала Но я лично приоритетом отдаю Тем, кто лично со мной знаком Замечали ли вы то, что люди Когда проходят видеоинтервью Может быть, и так, и так Я вот столкнулась с тем, и с тем Не всегда одеваются, причесываются Так, как бы они пришли к вам на интервью В живой, в реальной жизни Ой, у меня было такое интервью Что в бегудях женщина сидела Поэтому по-разному По-разному Потому что я такую вот параллель провела Сравнила Тоже у меня попала Часть интервью с местным рынком С местными работниками По Skype И там действительно, как вы говорите Чуть ли не в бегудях В халате С абсолютно непричесанными волосами И хотя это высокооплачиваемая должность Мы говорим там Двух тысяч евро на руки То есть человек сейчас Тоже на достаточно высокой должности Вот почему нет вот какой-то Чувства этикета Рабочего, делового общения Вот Меня это очень сильно удивило А потом, когда сейчас Я проводила собеседование на другой рынок Не латвийский, но тоже по Skype Каждый кандидат, с которым я общалась Он был всегда в пиджаке и рубашке Вот это наш менталитет Почему мы так безалаберно К этому относимся? Я не особенно Я лично особенно на это не смотрю Для меня очень странно Единственное, когда ко мне приходит Какой-то суперспециалист Переодетый слишком Передушенный Для меня вот это странно Я на это смотрю А как он одет в видео Интервью Я вот на эти детали Совсем не обращаю внимание А как Просто у нас нету такой общей культуры Посмотрите, пожалуйста, вокруг Кто обучает Тому, как готовить резюме Каждый додумывается Каждый додумывается Как в гугл подскажет Кто подсказывает Как одеваться на интервью Ну, мне так удобно Хочу в спортивных штанах С вытянутыми коленками Пойду так Потому что мне так удобно Никто об этом не говорит У нас в Латвии вообще О карьерном росте никто не говорит Мы все сами Додумываюсь И что Прочитаем То и прочитаем А еще Если хорошо Прочитаем А не между срок Но у меня вообще Вот буквально На прошлой неделе Один специалист Хороший Прислал Зеленое резюме С картинками И цветочками Я думала Шутка Может быть Как-то Шутят А у него просто Такое Вот он сказал У меня веселое настроение Я говорю Можно в читаемом формате Я менять не буду Мне нравится Мой формат У каждого Так Своё чувство Комфортности У меня тоже Такие были случаи Но не с цветочками А знаете Когда Пользуются этими Фильтрами Снэпчат Когда можно Ушки котенка Нарисовать Мордочку Тут какую-то Вот такая фотография В CV Я очень много раз встречала Ну среди молодых Конечно ребят На вакансии Официанта Или бармена Но да Тем не менее Почему бы и нет Поставить такую Кисочку Себе На Профиль CV Но если Говорить об Ресторанных Специалистов Посмотрите Пожалуйста Во всем мире Да Есть Школы Подготовки Официантов Да Серьезные школы Не берут Как у нас Школу Еще не закончил А ты можешь Идти подработать И как тебе Научат Как ты Сам 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 Там же Реально Подготавливают Как обслуживать Как подавать Как работать Как разговаривать А у нас Сам Сам Так И так Во всем Ну так Во всем Так И в одежде Так И в CV У нас вообще Нету этой культуры Карьер Нет Ну я думаю Что как раз Ну в наших силах Как мне кажется Если есть время Если есть желание Написать какие-то Вот такие То-ду-листы Да Не расписывать Там огромные Статьями Ну вот хотя бы Какие-то Десять Когда И как нет Я вот Думаю Что это было бы Тоже неплохим Таким вариантом Если человек До кризиса Думал Что делается нормально Прочитать это где-то Да И Возможно Поменять свои взгляды И потому что Конкуренция же вырастет Уже если ты отправишь там CV с бабочками Цветочками Котиками А другой человек Грамотно составит CV И придет На интервью После карантина В нормальном виде Ну понятно Что выберут того Кто более подготовлен Внешне и внутренне Но не все готовы Учиться Меняться Меняться А вам кажется Потому что Сейчас очень маленькое Время еще прошло Они еще Многие не понимают Что происходит Знаете У меня В личные сообщения Очень много Сейчас пишут От угроз До просьб И просьб Страшного характера Что типа У меня Детей нечем кормить И если я не помогу То будет Грех на моей Душе Да Серьезно От От такого уровня До Оскорблений Что Что я Себе возомнила Почему я не могу Помочь с работой Но я не могу Помочь с работой Я же Скажем Не сам работодатель Ну и вы не всемогущий Или экспедитор Последняя вакансия Никто не посмотрел Ниже Что там В условиях Надо делать Все пишут Мне в лично Почему не отвечают В 12 ночи Что вы не отвечаете Что за Такой рекрутер Ну Я думаю Я думаю Что сейчас Это такое Время Фильтрации Когда человек Ну вот как говорят Он попадает В экстремальные Условия И все Его животное Вот такие Инстинктивные Какие-то вещи Они начинают Вылезать наружу Как вы сказали Что вы тоже Себе делаете Эти пометки Запоминаете Кто там Мог условно Угрожать Или пожелать Каких-то Страшных вещей Мы все стрессуем Но понятно Что сейчас Ситуация такая Непонятная И для нас С вами У кого-то Есть работа У кого-то Есть работа Еще непонятно Сколько Потому что Мы не знаем Сколько кризис Этот продлится И мы не будем Сейчас свои Вот эти стрессы Перекладывать На всех Кто Как будто бы Должен нам помочь Никто никому Не должен Сейчас У нас вот Хороший Есть Такой Утверждение От одного Радиослушателя Нашего Постоянного Я бы хотела Чтобы вы прокомментировали Как профессиональный Человек В этом плане Если работодатели Ищут персонал Подешевле То сначала Это будут Свои сельские жители А потом Иностранцы Кастарбайтеры А все местные Покинут страну Навсегда Как вы относитесь К такому Высказыванию Согласны Знаете Я вот Немножко Чуть-чуть Отодают Эту тему Я всегда Говорила Всегда Говорила Что мы Когда-нибудь Еще Будем Рады Что мы Живем В Латвии И Те Когда Люди Уезжали Я Я дважды Пыталась В своей жизни Пожить За границей Я всегда Возвращалась В Латвию Я знаю Что здесь Будет хорошо Ну Не знаю Когда Но будет Но я к чему Говорю Что Мне кажется Все-таки Латвия Будет Сейчас В неком Ну Не знаю Приоритете Со временем Уедут Как обычно Уедут Которые Здесь Не захотят Принять Условия Работодателя Которые Смогут Дать На тот Момент Когда мы Выйдем Из этой Ситуации Но у нас Очень Замкнутый Круг В Латвии У нас Аренды Все-все Дорогая Поэтому Мы не можем Просто Дать Больше Зарплат И поэтому Люди Не захотят Поменяться И поэтому Они естественно Примут Наши Заграничные Предложения Но Опять же Повторяюсь Что Будет В мире Таких же Специалистов Очень много И не специалистов Ну Касаемо Приезжих Вот здесь Да Была фраза Не только Про то Что наши Уедут Что иностранцы Гастарбайтеры Будут в основном Работать Ну Мы Как Сейчас Знаете Будем Восстанавливаться И Мне трудно Комментировать Вот эту ситуацию Мне кажется Есть выбор Сейчас Из своих Нам не нужны Сейчас Иностранцы Чтобы платить Им официально Более Тысячи евро Зарплату Если Телефон Значит Если Вы Хотите С нами Созвониться Задать Ольге Вопрос 6721-2939 6721-3939 И Если Хотите Написать Нам что-то Ватсапе 2-3-0-6-1-9-1 У меня Еще Хотелось Больно С вами Знаете Про что Поговорить Мне кажется Что Есть Стадии В которых Сейчас Не только Работники Находятся Вот то Что мы Обсуждили Уже Кто-то Психует Паникует Кто-то Жечь Уже Готов Своего Работодателя Который Зарплату Не выплатил Но Вы Наверное Тоже Уже Сейчас Можете Классифицировать Состояние Именно Самих Работодателей Именно Самих Топ Менеджеров Вот Как-то Вы можете Классификацию Привести Кто-то В полной Тоже Панике Находится Как Вот Сейчас Относят К вам Именно Как Бизнес С бизнесом Как Рекрутеру Что Вы Чувствуете Сами Но У меня Разделение Очень Четкое Я вижу Те Кто Работает В гос Структурах Им Вообще Ничего Не поменялось Они смотрят На нас Которые Мы Сами Зарабатываем Немножко С другого Ракурса И те Кто Как работодатели Они Все В некой Панике По крайней мере Многие Не поддаются Массовой Истерии Но находятся В Неком Диссонансе Потому что Опять же Мы не знаем Сколько Это Продлится Ну вот Сколько Надо Вытаскивать Сейчас Из своих Залежей Денег Сколько Поэтому Конечно Все Сейчас Немножко Волнуются Потому что Доход Во многих Сферах Упал И Соответственно Прихода Денег Нету А Сдержки Они Растут Ну Есть Волнение Вот Госструктуры Кто Работает В госструктурах Они Вообще Абсолютно Не переживают Даже Радуются Я по соседям Своим Некоторым Вижу Которые В госструктурах У них Праздник Ежедневно У них Шашлыки И так Далее Люди Которые В коммерческих Работают Все Сидят Изоляция Но Это связано С чем С трудоустройством Официальным По большей части В том числе Ну Психологическое Состояние Опять же Первое Оно Но оно Нестабильное Сейчас у многих И я тоже Абсолютно Ну Я не знаю Как даже Сейчас реагировать На то Что сейчас Происходит И поэтому Это На работу Отражается Опять же Вы начали Свой разговор От того Что идут И хватают сумки Вот так Пришел человек На работу Сказал одному Он сказал другому И начинается Вот эта вот Стрессовая ситуация Сестру Здесь вот Нам написал Человек Тоже Ну Конечно Мы не можем Сутить Справедливо Насколько Правда Неправда Рассказал Знакомый случай С его Знакомым Шел человек В 16.00 Домой Сзади Прохожий Ударил По голове Металлической трубой Человек Упал Его Обокрали Человека Вовремя Заметили Отвезли В больницу Он еле-еле Выжил И это Не один случай Видите Даже Нам на радио Пишут О том Что Это происходит И Ну Я не знаю Как-то просто Мне кажется Если зацикливаться На Панике О том Что тебя Кто-то там По голове Ударит Ну Можно Самому Так С ума Сойти Ну Конечно Я говорю Психологическое Состояние Людей Ну Конечно Если Совсем Есть Нечего Будет Вот у Нас Дети Что Мы С вами Будем Делать Ну Я Воровать Точно Не Пойду Бить Не будем Никого Естественно Но Люди Доведены Уже До Некого Вот Это Вот Состояние Что Они Готовы Выходить На Улицы Но У нас Латвия Она Мы Не Выходим На Улицы Массово Ну Вы же Видите Да Ну Если Правительство Все-таки Продлит Карантин На Три Месяца Все Что Мы Сегодня С Вами Обсуждаем Это Две Недели Ну Три Недели Да То Ну Вполне Себе Вероятно Что Начнутся Совсем Нехорошие Вещи Потому Что Про Вирус То Уже Все Давно Забудут Да У Латвии И так Показатели По количеству Заболевшим Они Минимальные Да Опять же Сравнивая С той же Эстонии И Литвой Но Экономическая Ситуация Через Эти Три Месяца Это Ну Мне страшно Даже Подумать Об этих Цифрах Я вообще Пытаюсь Абстрагироваться Я не верю Что такое Возможно Потому что Все-таки Я вижу Какую-то Тенденцию Что у нас На спад Идет Заболеваемый Но Хотелось Бы верить Что все-таки Какой-то Разум Есть У У Нашего Правительства Не Не закрывать Нас Хотя бы Совсем Вот По квартирам По домам Да Не знаю Мне трудно Страшно Верить Что Может быть Мне Страшно Потому что Я никогда Не была Я знаю Пережила 90-е Развал Советского Союза Все пережили Нам ничего Не страшно Но В такой ситуации Мы не жили Никто Никогда Поэтому Трудно Даже Планировать И Прогнозировать Что будет Ну Да Все сравнивают С восьмым Годом Это только Разговоры У нас Есть звонок Ольга Сейчас Да Я включу Добрый вечер Вы в эфире Добрый вечер Здравствуйте Вам Вот Ваша Собеседница Предприниматель Я так поняла По радио Правда Не слышала Ну Может быть Правительству Выгодно Продлевать Это карантин На два На три Месяца Потому что Они говорили Сперва На борьбу С вирусом Потратят Два миллиарда В последнее время Говорили Уже Три миллиарда Так что Чем больше Карантин Тем есть Смысл Попросить У Евросоюза Побольше денег А потом уже Как они Стратят Никто же С них Не спрашивает Может им И выгодно Так продлевать Еще на два Месяца Как Министр Здравоохранения Сказала Спасибо Спасибо Вам За мнение Ольга Что скажете Слышно Да Вам Я не вижу Выгоды Потому что Все Кто Уволился Они идут На биржу И Государство Должно платить Им Пособие Выгода Я думаю Что как раз Таки У нашего Государства Просто четкого Плана Нет И понимания Вот и все Ну Давайте Тогда Подытожим У нас Остается Три минуты До конца Вот Давайте Пять пунктов От вас Как от человека Который Всегда На протяжении 20 лет Помогает Людям Найти работу И не так Как сейчас Которую Придется Найти И где-то Переквалифицироваться Найти Именно то Что близко К Сердцу К твоему Профессиональному Опыту Потому что Готовясь к эфиру Вы видели Сколько было Хороших комментариев Написано Про то Как вы помогали С работой На протяжении Всего этого Времени Вот в этих Условиях Пять пунктов Которые от вас От безумно Опытного Человека На которого Мне как Молодому Рекрутеру Всегда хочется Равняться Что бы вы Посоветовали Вот в это Непростое Время Пять пунктов Для Людей Оставшейся Без работы Вот Не советчик Я В данной Ситуации Я Хотела бы Пожелать Первое Все-таки Верить В то Что Мы Все Вылезем С этого Что Нас Не убивает То делает Нас Сильнее Пересмотреть Себя Полностью Именно В карьере Я говорю Не лично А в карьере Если вы Сейчас Работаете И может быть Есть какие-то Проблемы У работодателя Пойдите Поговорите Возможно Вы знаете Очень смешно Говорить Такое Но Предложить Свою Помощь Ему Сейчас Как никогда Работодателю Нужна И ваша Лояльность И поддержка Наверное Я только Это могу Посоветовать И конечно Если кто Ищет Работу Лучше Мне Лично Написать И Прийти Ко мне В офис И Познакомиться Ну и К вам К нам Да Ну Я Очень Надеюсь Тоже Что Сегодняшний Эфир Как-то Как вы Правильно Сегодня Сказали Сбавит Эту Панику И Лучше Послушать Нас Чем страшные Истории Про то Как Отбирают Что-то Да Вложиться Сохранять Спокойствие Думать О своем Будущем Не терять Голову Думать Что Говоришь Потому что Плохая База Данных Она все равно Присутствует Ольга Спасибо вам Огромное Я вот Сама Сейчас По ходе По видеосвязи Да Очень хотела Вас видеть Сегодня Здесь Благодарю За то Что Вы есть И За то Что вы Пытаетесь Тоже Сохранять Этот позитив И рациональность Желаю вам успехов То чтобы Когда все это Закончится Чтобы Вы смогли Преумножить Свой бизнес Помочь Многим Тысячам Людей Чувствовать себя Хорошо Пусть ваша семья Будет конечно же Здорово Вот И очень Очень надеюсь На уже Встречу Вне Видеосвязи И пожать руки Без страха Спасибо Спасибо большое За приятный эфир Берегите себя Берегите своих Близких Посидите дома Позаботьтесь О себе И Будем верить В то Что нам Осталось Буквально Переждать Чуть-чуть Чуть-чуть И все будет хорошо Спасибо большое Я напомню Нашим радиослушателям Сегодня У нас По видеосвязи Была Ольга Коноплова Основатель И владелец СИЦ Групп Рекрутер Человек С более чем 20-летним Опытом В этой сфере Сегодня Мы прощаемся Звукорежиссер Родион Золотарев Я Валерия Иванова И до встречи В следующий Понедельник Берегите себя Продолжение следует